А не записать ли мне видос книжный, подумала я, покатавшись на велике и сидя у монитора, что-то там делая, с кем-то там общаясь, и лыбясь, как дурак. Ну, кто-нибудь в камен так скажет, почему как. В принципе, да. Ибо видос я решила посвятить обзору коллекции журналов Пандинтон, питерский такой был журнал с амиздатом, выпускал его фильм «Монополька», и, насколько мне известно, на восьмом номере он и закончил. Так как я его давно не видела, этот журнал, хоть он у меня и стоял на полочке, и фоном там кому-то заставлял жуткую попоболь в ранних видео, когда снимала еще на старый фотик, и он даже еще не было этого штатива, он у меня стоял там на каком-то постаменте спиной, лицом у монитора. Короче говоря, я погуглила в Яндекс в интернете, чисто вспомнить, о чем он вообще был, что это такое, зачем, почему, как все начиналось и тому подобное. Нашла некоторые моменты такие интересные, хотела скинуть Глебушке, но потом подумала, что он, наверное, так в курсах. И, в принципе, в описании под видео, в инфобоксе я оставлю несколько ссылок для тех, кто заинтересуется и решит почитать. Потому что все в одном видео, конечно, не рассказать. А мне надо уложиться минут 20, потому что я в скором времени в сад, намылись по собственному желанию копать землю лопатой лапками. Передними или задними, не знаю уж как. И, короче говоря, в общем, журнал такой. Когда-нибудь я запишу видос относительно моего находства с Глебушкой. Если мне не лень будет, я вспомню, вот, сканирую или, может, в сети найду статью в углической газете, тогда мной вписанную, немножко отредактированную косо одной мадам, которая везде пыталась приложиться, благословит ее какой-нибудь бог за это. И да фиг с ней. Ну и, короче, в общем, типа с чего все началось. Там просто, если мне будет время писать видео, когда-нибудь я запишу, да, запишу. Помню, там какой-то трололольный троллих, имя, фамилия такое, фейховое, совершенно от какой-то скрытой камеры что-то там пытался у меня все выяснить. Может быть, даже кто-то реально просто хотел спросить, узнать видос этот, значит, мой знакомство с Глебом Мальцем. Ну, короче говоря, суть чего все, Глеб, 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 журналы. Я уж не помню, как получилось, что я их стала покупать. Я помню, как я на почте посылала, значит, этот денежный перевод почтовый. У меня все время наша почта постоянно докапывалась. Почему вы не знаете отчество? Я не знаю отчество. Я не помню, как он там. А, Филипп Волокитин, кажется. Фамилия, слушай, ты такая шикарная, вот ты связана именно с тем, вот как ты на почте стоишь. Мало того, что там вечная очередь была, ну, еще и потому, что как бы долго-то тебя докапываются, как вот он, как он примет перевод. У меня, в принципе, был как бы Яндекс, и мне было бы удобнее Яндексом. Скинула все. Но, как сказал Фил Монополька, в свое время у меня без Яндексовой жена, и поэтому легче принять почтовый перевод на почте. В общем, я ему посылала денежный перевод. Когда он его получал, он мне скидывал журнальчик. В журнальчике печатался вот именно в тех номерах, которые у меня есть. Это у нас 6 штук. Со 2-го, точнее, с 3-го по 8-й, 3-4-й, 5-6-й, 7-й, 8-й. Там даже пара дисков есть в последних номерах. Я про них вообще совершенно забыла. В общем, во всех этих номерах печатался Глеб Мальцев. В принципе, я из-за этого его, наверное, и покупала. Хотела я потом еще два последних числа для коллекции, где Глеба не было, насколько мне известно. Но их то ли распродали тогда, то ли что-то там вроде распространял он это все по почте в основном. Ну, там приводил еще куда-то, наверное, может там кто-то где-то в какой-нибудь литве, какой-нибудь Глеб, где-нибудь куда-нибудь где-то пристраивал еще. Ну и, короче говоря, журнал такой вообще специфический. Насколько мне известно, Паддингтон это какой-то там вокзал вроде как в Лондоне. И еще Медвежонок Паддингтон, когда я раньше гуглила периодически в Яндекс, у меня все время он вылезал, этот Медвежонок. И сегодня он как раз мне вылез. Ну и, как говорит сам Монополька, ну там, да, Балакитин, он же Монополька. По ссылке пройдете, глянете, Питер, привет, может быть, кто-нибудь из Питера меня смотрит и в курсе, что такой журнал есть был, будет, когда-нибудь, наверное, еще, возможно. И он писал как раз про это, говорил Медвежонка, отмороженный слегка Медвежонок. Короче, журнал, как бы так сказать, по влогке, наверное, понятно. Я специально прочитала еще раз, чтобы не забыть, и, конечно же, забыла. Такой специфический журнал, ну, скажем так, от психов. Практически все творчество Глебушки я тут осилила, но есть какой-то момент, вот я начинаю читать, я зачитываю, он узнает, наверное, или обидится, или надеюсь, не обидится. Если узнает. Но я специально, наверное, постнул в фейсбук, вдруг он просмотрит, а тут придется. Короче говоря, я начинаю читать, и у меня где-то там на середине странички этого предложения, я тоже люблю длинные предложения, мне так срывает башню, что я забываю, что, во-первых, было вначале, начинаю перечитывать, и у меня уже просто потом, съезжая с шаблона откончательно, я забываю, что, где, зачем, почему, и, в общем, дальше у меня что-то не идет. От Динушка Вселенной, конечно, я не помню, ну, я практически все прочитала, вообще, три кувильнувши Платоса, я лежала в распечатке, читала, как-то еще до того, как он в падинтон попал, в общем, типа, как из первых рук, лежала на гамаке, и читала лежа, и ржала на всю деревню, наша бабушка все офигевала, ну, а бабушка у меня видела в скопе Глебушку, когда мы с ним общались, он ее тоже видел, ну, и, короче говоря, она мне все офигела, что такое, типа, читай, что там ты веселое читаешь? Я не могла объяснить, что я такое читаю, но там такие наркоманские бледни, бледни, мне вообще всегда было как-то интерес такой, я стабильно читала еще в школе литературу что-нибудь такое связанное с трансвеститами, транссексуалами, наркоманами и прочей такой этой деградантством, как бы так. В общем, что у нас тут? Третий номер, третий номер, в общем, редактор фильма «Наполька», «Приучатель Глеба Мальцева», «Виктора Машенского» и «Ла Словения». Может, там надо было сказать, дети, отойдите от экранов, но у нас сейчас такие дети в основном пошли, что, я думаю, некоторые взрослые затмят. Ну и, учитывая, что эти дети периодически мне пишут в комментах. Так, я не помню, тут, по-моему, содержания-то не было, возможно, где-то тут кот пролетел. И я читала еще, помимо Глебушки, еще что-то такое, но это было так давно, что я уже не помню. Первый номер, насколько мне известно, вышел в апреле 2008 года. Мы с Глебушкой познакомились в конце 2008 года, кажется, в самом конце. Да, я на Тифаретне как раз прискакала, потому что ЖЖ у меня был где-то в марте 2008 создан. В 2009 у меня появился домашний инет, совсем домашний. Вот про него, кстати, есть статейка, там, точнее, он упоминается в статейке, ссылка на которую вот в инфобоксе, про этого Тима Телсу. По-моему, английских каких-то там, в основном, на английских психов это рассчитано. Это, грубо говоря, конечно говоря, потому что я тупо забыла эту фразу, для кого это рассчитано. Ну, довольно такой интересный журнальчик, я вообще люблю всё такое психоделическое. У меня где-то даже была какая-то книжка, возможно, уже не есть, возможно, куда-то заделась, возможно, кто-то её уволок, возможно, кому-то подарила. Ещё точно есть книжка там про Битл, что такое Битл с моей женой или как-то так. Надеюсь, тише ты не будешь, тут ничего, сейчас шарахать. Шарахать ничего не будешь, говорю, тише тебе. Ну и, в общем, вот всё такая психоделика 70-х, 80-х, 60-х годов. Если вы понимаете, о чём я говорю, то, я думаю, вы понимаете, в основном, на что ориентирован этот журнальчик. Ну, тут, конечно, о музыкантах. У Глебушки там был такой чувак, я не знаю, живой он ещё или нет, сессия его звали. И, в общем, в одном из журналов, как раз вот эта Атлантирующая Вселенная, там, его жизнеописание, ещё что-то такое. В стихах, вот на чём-то там в районе сессии меня срывает шаблон, крышняк, ещё что-то такое. Манги сворачиваются в трубочку, и я уже не в состоянии это что-то говорить. Я тут слегка прервалась, мне приключилось, что зазвонил телефон на моём виброзвонке, но... Не знаю, что такое, где зазвонила. Оказалось, не оно. В общем, что я тут говорила. Вот тут какой-то флаг. Кстати, там на сайте, на сайте тоже, сайту чисто Пандингтона, там какие-то журналы, по-моему, ещё можно заказать. Из тех, которые у меня есть. Не все, конечно, но что-то можно. Ну и, в общем, даже, по-моему, электронный вариант есть. Но я даже не знала, что сайт этого ещё существует, этот посвящённый Пандингтону, но и, соответственно, туда кнулось. Потому что, кажется, вот восьмой-то, как он, седьмой был в 2012 году выпущен, а восьмой я чуть не помню. Но суть такая, что он полгода как-то вот собирался, этот журнал, и ещё полгода он там печатался. Тут какое-то даже примечание есть, народ. Моша Винокур, комментарий к Голанам. Или Голанам Фигнад. Я думаю, что этот обзор можно отнести детя да детя от экранов. Хотя, какие вы нафиг дети. Нормальные дети на YouTube не смотрят. Они занимаются там чем-нибудь, ну, гуляют там, читают, что-нибудь хотят. Или нормальные дети не осталось. Ну и да, этот слегка такой нойный журнал. Я чуть не помню, что там в фильме «Молополька» изображает, в смысле музыку какую. Но что-то я как-то смотрела. Я знаю, что когда-то в Ярике был концерт чувака, который играет на стекле. И мы даже с подругой туда собирались, но я стабильно заболела. В общем, тут у нас четвертый номер квадрентом с неким Копейкиным. Индийский психиатр. О, люди, которые там мне всю какую-то болезнь пытаются привидеть, эти типа хейтеры, да? Вот посчитайте же, значит. Если ваша башня после этого вернется на родину, то вы прошли проверку новщивость. Да, вот тут у нас новый этот редактор фильма «Молополька» при участии Глеба Мальцева. Ну и да, как писал там «Молополька» в какой-то там своей статье, то в каждом фактически журнале. Ну, в первых двух я не уверена, не помню, но вот те, которые у меня есть, как я уже говорила, в каждом номере был конкретно один такой постоянный автор, Глеб Мальцев, естественно. Ну и куча всяких разных. Так. Вообще мне нравится, когда текст вот такого форматика на такой бумажке, я при таком тексте могу прочитать все, что угодно. Вы читали Мальдорора песню? Латриамона, который Сидор Дукас. Почитайте. Могу скинуть электронный файлик, где-то валяется даже распечатка его. Правда, считать придется вам под настроение. По крайней мере, это мне надо было под настроение, чтобы уловить вот всю эту суть. Такую офигительную суть. Да, и тут вот такие все-таки прикольные рисунки. У нас на тиферетнике есть какой-то чувак, который иногда рисует там всяких каких-то рыбок, скорее всего, тушью или ручкой гелевой, шариковой, ну и вот что-то такое подобное выходит. Но мне такое нравится, не знаю. Может быть, еще кому-то такое нравится. Ну и еще я подумала, что давно не записывала книжных обзоров. У меня там какой-то плейлист висит полупустой, и надо его переименовать в книжные обзоры и зафигачить туда все, что у меня когда-либо имелось. Ну и да, он присылал в таком конвертике, типа как мягкая бандерона. У меня даже дет валяется еще до сих пор там часть конвертика, где написано было адрес, значит, мой адрес. И, по-моему, конвертик в основном был самопальный или типа того, вот такие вот. Ну, как с тетрадочку, да, с тетрадный листик. И там иногда даже, или в основном, было вот этими пупырками изнутри проклеено. Ну и да, я его так-то стабильно сдала, этот журнальчик. Вот тут имя мое. Ну, не я в смысле, но именно Оля. Смотрите, какая рожа. Вообще, это немножко тройное видео, потому что, ну, я рассчитываю, что кто-нибудь там будет вякать в каментах. А, что ты такое читаешь, да ты там вся ку-ку и тому подобное. Поэтому специально для таких, кто иногда у меня прыгает там в каментах. Ой, я даже, кстати, иногда тут что-то мне так грустно было. Я залезла на форум насиков и немножко их почитала. Моя тема там давно сдохла, благословит их там вместе с этой темой кто-нибудь. Но почитала я там некоторым, кто, одному, по крайней мере, кто там на меня вякал, тоже достается. И вот это как бы буберант, не обосли одного, прилетит к тебе. Много интересного узнала. Просто поофигевала. Ну, еще узнала, что один чувак, которым я в каментах одно время прыгала, что-то на меня там бочку катила, оказывается, сидит на саде этих насекомых. Я додумала, там мужики вообще не сидят, сидят какие-нибудь обиженные же дюбапы. И еще даже какую-то пародию родил на этого товарища. Как он там? Фрик из Норвегии. Который меня больше, по-моему, не трогает. Ну, как я поняла, вроде как отвалился. Ну, по крайней мере, я так поняла, что он, видать, снимает видосы, чтобы обосрать кому-нибудь, чтобы это кто-то обосрал его в ответ и дал взаимную ссылку, там, взаимный типа пиар. Ну, с ним у нас не сложилось этого, на мое счастье, или на его несчастье. Так, супер доктор Лук ведет себя хорошо. Из нашей аптечки. Я, конечно, должна была, наверное, пролистать это все и положить закладочки, где там Глебушка был, чтобы кнуть вам этого и Атлантидушку Вселенную, и три повернувшие платоса. Но как-то я вообще сумбурно собиралась это еще три часа назад сделать. Ну, что-то пайкушки, да, хотела, с кем-то там в скайпе переписалась. Перчатки искала велосипедные. Да, немножко сбегаю вперед. В воскресенье еду я, и, скорее всего, у нас будет, может быть, даже тройной влог. Ну, я думаю, понятно, с кем конкретно, да, вот эта с Аленкой же, естественно. Что это я листаю, вам не показываю. Да, еще у меня там была такая, не знаю, может, уже не живая полу-такая, где-то часть печатали в журнале, часть я, по-моему, распечатала, у меня подружка тогда еще, про Джима Моррисона, да, я тоже от него тащилась от Джима Моррисона, там, что-то пять к одному, или какая-то книга, или им написанная, или о нем написанная. Тоже в таком же стиле, наркоманистом, тех самых, укуренных каких-то годов. Ну, такая вот красивая облорочка вообще. Так, я тут закрою слегка, а то это, мало ли там, развращение малолетних пальчиком. А в аду жарятся грешники. Где-то у кого-то прочитала какой-то такой анекдот, ну, типа, идет чувак, там, то все, значит, попал, типа, в аду, там, все, такой ништяк, он, типа, что это, да, вот, это сатана ему говорит, ну, иди, там, побухай, попей. Будет скучно, иди там на дискотеку, а он, значит, типа, того, что зашел куда-то, там, в Даридане, там, какой-то лес, гора-не гора, и чуваки там жарятся, он, типа, сатана, 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 сатана вообще женщина. А сатана, сатана, типа, что это за нафиг, он, типа, ну, понимаешь, они верующие, верили в то, что в аду вот такая вся фигня. Ну, и вот что-то вспомнилось, как раз тут к этому рисунку. В общем, доктор, голос внутри меня говорит, что? Может быть, дальше есть, что он там говорит? Нет, дальше уже нет. Видимо, он заканчивает говорить. О, вот эта фоточка, что-то очень знакомое. Может, кто-нибудь его узнает из вас. Так. Еще кого-то я промотала сейчас. А нет, не то. Ну, надо было вообще мне уточнить, если оно вот в электронном варианте, чтобы это полистать, чтобы тому, кто заинтересовался, в руках уже подержать не может, мог бы это полистать и причаститься, так сказать. Я, конечно, нифига не помню, что еще тут Глебушка печатал, но то, что тут везде есть Глебушка, это так. Ну, и тут у нас есть диск, там тоже есть диск в последнем журнавчике, это вот у нас уже какой, седьмой, это был шестой, ну, понятно, да, и вот этот красивый пятый. Тот, которым можно потроллить какого-нибудь любителя, повопить что-нибудь такое, постебать кого-нибудь. Ну, и снова при участии, кстати, этого тоже чувака я уже видел, по-моему, в третьем номере, Виктора Машенского, Виктора Машенского и Глеба Мальцева. Ну, и редактор «Стума Монополька». Три рисунки вообще, это как по какой-нибудь там соединюковыми, как с телезоном. Что тут у нас вообще? Ну, да, вот такой вот диск. Сто лет диски не слушала, тут объявилась моя подруга, наша с Аленкой вообще подруга, с которой мы учились в Кульке, я с ней вообще на одном библиотечном была, да, вот на одном факультете, в одной группе, так сказать, и что-то я тут внезапно, благодаря ей, послушала хим. А ничего такой хим, говорят, он зашпался, или типа того. В общем, вот тут у нас вот такое счастье, с видуёчком, с черепочком. О, типа рестлинг. Не знаю, какое я одно время с своей сестрой пёрлась от рестлинга. Хоть он наполовину, или большая часть, конечно, типа поставное шоу, да. Потом послушаю. Секи же люди, да. Ность и омерзительное соединение, чего попало, и то, и другое составляют. Ну, тут картинки типа. Че какие картинки. Не, я это читать не смогу. Пентонских вампиров. Это уж, я пообещала человеку не материться. По возможности. Всякая фигня интересная. Носки в этой комнате были повсюду, свисали даже с люстры. Даже в микроволновке мы обнаружили носки. Всё это сильно напоминало взрыв в галантин, эээ, тирейной фабрики. О! Саймон Харрис. Всё пытаясь обнаружить, где там конкретно глядь. У меня, наверное, когда-то даже было заложено. Но я стабильно не помню. Что делать ведьме в гемм шире? Скажу, что ещё и русский не знаю. Не знаю. Совершенно. Так. Ну и последний падин. Там, знаете, какая я тётя. И тут у меня, у меня выпал даже. Диск. Диск. Тоже совершенно уже не помню, чё и о чём. Тут видать какая-то группа. И вот он наш диск. Ну и тут такая вкладочка. И снова с цветочком. С чем всё равно уже не помню. За давностью лет. Но очень советую вам прочитать Трип, увильнувший Платоса. Глебушки. Стихи какие-то нашла. И как там Монополька написал где-то у себя, что этот аспирантист из Вильнюса, не из Вильнюса, а из Каунаса, Каунаса, да? Я вечно ударение не туда ставлю. Стабильно у меня так. Нравится мне так. Либо по незнанию. Но потом нравится мне так. Аспирантист, который пишет о чём угодно, но только не аспирантов. Вообще, наверное, это уже, можно сказать, раритет. Животные всякие. Типа чего у меня только не есть. Вот тут индекс. Я только сейчас обнаружила. И да, насколько помню, там всегда должно было писаться про... А да, вот про Глебушку. Всегда писалось в конце про основных авторов. Вот только сейчас помнила. И поткнулась я и увидела. А тут фильм Монополька, как раз Глебушка. И ещё несколько челлов. Я не знаю, там, наверное, мелко будет, не видно. Но на всякий случай. В общем, внезапно такое спонтанное видео. Вообще, я чисто хотела повыпендриваться, показаться у меня такие волосики, которые я мыла, значит, Гриновским шампунем. Миссис Грин, который в каком-то там, в райском, наверное, обзоре у меня где-то был. Созона, когда я его заказывала ещё себе на Дере. Короче говоря, и, в общем, я тут сейчас и мыла. И чисто этим шампунькой я вдруг поняла, что он сам по себе тоже такой прикольный. Потому что волосы такие пышненькие ещё. Хотя уже не это, не утро, да, было, когда я это заметила. И ещё я так тупо смайлилась. Я решила поделиться с хорошим таким положительным настроением. Но видос, скорее всего, вот уже выложен где-то к вечеру. Потому что мне сейчас надо подпилить сад, потом это вмонтировать. То есть ещё 5-10. Но я надеюсь, что, когда я его выложу в стопки, если вы это просмотрите, досмотрите до конца, то зарядитесь положительной энергией. Жёлтый цвет. Ну и... Всё, наверное, усё. Когда-нибудь ещё разу. Пока. Субтитры подогнал «Симон»